Добрый день дорогие друзья, я Игорь Артланчев из лица компании Китфинанс, приветствую вас сегодня. В Москве у нас сегодня пасмурно, оно становится теплее, то есть весна все же наступает. В отличие от рынка здесь точно знаешь, что необратимо. Весна необратима, лето необратимо, потом снова осень, зима и так по кругу. Про фондовый рынок не всегда так можно сказать, в этом есть и плюс и минус. Итак, с чего бы хотелось начать сегодняшний брифинг, у меня есть уже один пользователь написал, добрый день, сглазили вы вчера МРСК. Конечно, я начинать это не хотел, но давайте посмотрим, сейчас по идее у вас на столе должен появиться КВИК. КВИК, давайте посмотрим МРСК. Что бы я хотел сказать? Когда я вчера рассказывал про МРСК, я говорил о том, что он инвестиционно привлекательный. На долгосрочную перспективу видно, что в нем, в принципе, есть там какие-то покупатели. То есть есть идея, и вроде бы эта идея поддерживалась покупателям. Да, сейчас краткосрочно они там отошли. Ну, вопрос в дальнейшем, то есть держать эту акцию или нет, зависит от вас. Насколько вы верите в то, что все ли западные инвесторы, кто хотел, накупили после того, как бумага вошла в индекс MSCI Russia. Вот, собственно говоря, и все. А так, бумага вместе с рынком, да, в отличие от рынка, посмотрите, как прекрасно держится, да, в этой улыбке есть доля, на самом деле, не только доля иронии, но и доля правды. Посмотрите, да, минимум локальной предыдущей она не прошла. Так что, в принципе, не все еще потеряно. Но, опять же говорю, бумага относится к разрядам не спекулятивных, а все же инвестиционных бумаг. Для себя бы я ее определил так, потому что, собственно говоря, и ликвидацию не ахти там какая, да. Вот, а теперь давайте вернемся к нашим, собственно говоря, основным рыночным показателям. И, в частности, давайте посмотрим на, в первую очередь, на ИБИК МВБ. По западным рынкам, так как обычно я веду западные рынки, да, когда мы с Олегом вместе ведем. Я вернусь немного позже. Вот, а сейчас давайте посмотрим на российский рынок. Российский рынок у нас вчера устремился вверх. И право мы были с вами, когда рассуждали, собственно говоря, еще пару дней назад, то, что вот когда вот сюда выросли, это еще, в общем-то, не рост. Для роста нужно было получить подтверждение, это вполне мог быть откат. И, в общем-то, так это и оказалось. Вчера мы говорили о том, что по некоторым бумагам, скорее всего, будут пробиты минимумы, и эти минимумы были пробиты. Все это замечательно. Вот, ну, вчера также я не давал рекомендации для шартов. И не давал их по одной простой причине. Потому что в любой момент, да, то есть брифинг у нас идет в 11 часов, в принципе, весь день мог оказаться вниз, а вечером нас могло развернуть после пробития уровней. Ну, вот так оказалось, например, что на фьючерсе на индекс РТС уровень 159 пробивался уже сразу после закрытия сессии. Но это неудивительно, потому что западные рынки пошли вниз именно тогда же. Вот, и поэтому долгосрочных, среднесрочных, какие-то среднесрочных, правильно я сказал, шартов я не давал рекомендации, не даю их сейчас. Что мы будем делать сейчас? Мы, значит, предполагаем, что индекс на МВБ, в принципе, может уйти, то есть, скорее всего, да, мне кажется, 1500 он, скорее всего, сделает, а так зайдет где-то в зону 1480, до 1500 в эту зону, скорее всего, зайдет. Вот, и я полагаю, что, скорее всего, он там развернется потом наверх. Есть вероятность то, что он сейчас может развернуться наверх, пойдем, вот, но первый самый главный совет, не пытайтесь поймать дно, да, нам нужна достаточно большая вероятность продолжения движения, а, собственно говоря, не тот уровень цен, по которому мы это войдем в рынок, да, то есть, минимумы ловить, это опасно, не всем это удается. Некоторые, перед тем, как поймать минимумы, могут слить целый счет, да, то есть, ловим-ловим, а потом, когда он действительно наступает, у нас уже деньги закончились. Вот, не забывайте про это. Значит, если сейчас развернуть картинку на весь экран, давайте я покажу, что хорошо и что плохо. В принципе, даже лучше это показать на фьючерсе на индекс РТС. Давайте на фьючерсе на индекс РТС покажу. Значит, вот, смотрите, у нас фьючерс на индекс РТС. Сейчас еще интереснее что-нибудь найду. Вот, фьючерс на индекс РТС. У нас был тренд вверх. У нас был тренд вверх. Рука сбивается. Вот, вот у нас был тренд вверх. И сейчас идет, как бы, откат. Достаточно крупные, на самом деле, крупные движения, вот это вот пилы, да, достаточно крупные. А что в этом плохо и что в этом хорошего? Значит, в первую очередь, очень крупные движения после серьезного тренда, то есть, роста волатильности, означает борьбу противоположности, да. То есть, усилившуюся борьбу быков и медведей указывает на неуверенность сторон, которые играют на рынке, относительно того, куда мы пойдем, да, вверх или вниз. И, то есть, вот эта крупная пила может говорить, с одной стороны, о том, что тренд закончился, и мы в ближайшее время, собственно говоря, тренд пойдет вниз, то есть, слонится в другую сторону. С другой стороны, с другой стороны, да, я теперь покажу на МВБ, в общем, всем одинаково достанется, да. А с другой стороны, значит, все же на данный момент мы находимся, если вот эту линию продлить, вот так вот, да, мы все же находимся на растущем тренде. И после вот такой крупной пилы, после такой крупной пилы, если вместо того, чтобы пойти вниз, мы ее пробиваем вверх, и выходим, например, по индексу МВБ на уровень 1600, и начинаем двигаться дальше, это говорит о том, что дальше нас ждет очень серьезное, очень сильное движение вверх. То есть, в принципе, в настоящий момент, то есть, вот, мы находимся в такой, в точке момент истины. То есть, либо мы будем пойдем очень-очень сильно вверх, либо мы пойдем вниз. Но вниз мы не факт, что пойдем очень сильно, да. А вот вверх, если мы пойдем, если мы этот, как пробиваем и движемся в сторону предыдущего движения вверх, нас уносит очень высоко, боюсь даже сказать, сколько десятков процентов, да, то есть, в тенденции ближайших нескольких месяцев. Вот, в принципе, определиться с тем, куда мы все же, вверх или вниз, вы можете погросить на монетку. С другой стороны, я за вас уже эту монетку погросил, и я думаю, что в конечном итоге мы выйдем вверх. Вот. И думаю, это, конечно, не из-за того, что монетка, да, из-за того, что я по жизни оптимист, верю в лучшее, и считаю, что сейчас, собственно говоря, ЭКУИ-3 запустят, вот, перед выбором американского президента все будет хорошо, и в России сформируют у нас правительство, и будет у нас открытое правительство, видите, его сформируют, иностранцы его должным образом оценят, и все, инвестиции к нам просто повалят толпой. Вот, рубль будет несколько укрепляться, а мы будем перейти вверх. Вот таким вот образом. Значит, 6% все обстоит. Так, все по поводу МРСК еще. Еще раз говорю, это инвестиционная бумага. Все ваши инвестиции, вот, есть спекуляция, есть инвестиции. По спекуляции мы должны четко контролировать риски. То есть, когда вы выходите из позиции, да, то есть, если позиция приносит 6%, то вы уже, считайте, в момент выхода из этой позиции пропустили, то есть, минус 6%. Вот, а если мы говорим про инвестиции, то инвестиции это... К инвестициям нужно относиться так, да, то есть, это, считайте, законсервировали, и все. И не важно, сколько там, минус 50, минус 100%. Вы эти консервы даже передадите там детям, детям, внукам, и когда-нибудь они вырастут. Вот это инвестиции, да, то есть, вы должны быть готовы потерять вообще говоря все. Это настоящие инвестиции. А спекуляции мы контролируем в риске. И в этом случае, если мы говорим про спекуляции, то МРСК мы должны были сказать до свидания с самого начала, и вообще в нее не влезать, потому что ликвидность места, бумага однозначно с низкой ликвидностью отличается большей волатильностью, и, собственно говоря, в любой момент может повернуться в какую угодно сторону, и бесполезно вставлять стоп, потому что они будут идти с большим проскальзыванием и очень все равно много потерять. Вот так вот. Поэтому по поводу сердца ехнуло 6%, извините, либо вы спекулянт, либо инвестор. Если инвестор, нечего переживать. Если спекулянт, не связывайтесь с этой бумагой. Поехали дальше. В принципе, по индексу ВВБ я вам сказал, куда мы можем с вами вернуться. Будет ли сегодняшний день разворотным? Не знаю, понятия не имею. Скорее всего, сегодняшний день не будет разворотным, но тем не менее, мы близки к дну. Индекс, фьючерсный индекс РТС, я думаю, выйдет где-то на уровень, может выйти на уровень 155, а тут уже пойти вверх. Если говорить по бумагам, от уровней, от которых мы можем оттолкнуться, давайте посмотрим. Сбербанк, это уровень где-то 95, мы уже близко. В принципе, 95.50 у нас было, где-то уровень 95. Это уровень, который мы можем пробить, потом развернуть. Нарнийский никель, я вам уже говорил, это инициаторская бумажка, и в текущий момент, чтобы быть подальше от нее. По поводу Лукоилу. Лукоил, на самом деле, мне кажется, не успокоится в своем затяжном падении, потому что он долго-долго стоит, потом раз снова падает. Пока не выбьет вот эти стопы, это уровень где-то 1780. Вот это вот стоп. На мой взгляд, что касается Газпрома, Газпрома жалко. Это одна из любимых моих, была раньше бумаг. Вот, в принципе, вот так вот на него смотришь и понимаешь, что либо ему сейчас, прямо сейчас сверху, либо дальше вниз, и дна не видно. Давайте я по нему уровень не буду называть, потому что весьма все грустно здесь представляется на Газпроме. Давайте просто подождем, чем это все закончится. Вот, что еще не назвал? Роснефть. Значит, Роснефть у нас относительно, все же достаточно, относительно сильная бумага. Я считаю, несмотря на все вот такие вот перетрубации и колебания, на мой взгляд, ниже 200 рублей она не уйдет. Ниже 200 рублей. А, в принципе, вот на тех уровня, которых она сейчас находится, сейчас 206.33, а так, в принципе, уровень 204-205. В общем-то, надо внимательно присматриваться. Вполне возможно, над этого уровня будет откат вверх. Вот, а там может быть и разворот. Вот, ну вообще, если следить, вот вопрос, а по Сберу мы не сходим до 93, я не прогнозирую, да, я смотрю на рынок. Вот в текущий момент желания покупать нет никакого. Покупок нет вообще. Рынок очень слабый. Не забывайте, сегодня еще у нас размещение в Америке продолжается облигаций. Рынок очень слабый. На слабом рынке покупать смысла нет никакого, да, ловить минимумы. Поэтому хотите, можно краткосрочно играть вверх. Но так как мы раз в день только проводим брифинг, говорить вам сейчас уровня, в которых сыграть вниз, там, да, а потом еще и там откупить, вы знаете, я такой прогностической силы не обладаю, да, я могу предполагать и в моменте что-то это сделать, да, и заработать. Но сказать вам наперед, на сутки вперед, где каких уровней заработать, проиграть, то есть войти и выйти с прибыли, там, да, а не проиграть, это вообще говоря не в силах, по-моему, никого. По поводу Сбера, не знаю, сходим на 93 или нет. 95 кажется весьма вероятным уровнем, вот, и скорее всего он будет. Мне кажется, ниже не пройдет просто потому, что, в общем-то, бумага должна поддерживаться в связи с этим дополнительным, дополнительной продажной акцией стороны Сбербанка. Вот, что еще? Ну, самое главное, что я хочу сказать, да, вот мы сейчас с вами говорим про бумаги, про отдельные, а на самом деле надо говорить только про рынок, про рынок в целом. До тех пор, пока весь рынок, то есть индексы не развернулся, нет никакого смысла делать это, совершать какие-то действия на отдельных бумагах, то есть против рынка. Если кому не есть на этой позиции, перечитайте Эдин Лиффер, «Восеминарии биржевого спекулянта», да, то есть это такая биографическая, биографический роман про, значит, жизнь и судьбу известного спекулянта Ливермора еще там в конце 19-го, начало 20-х годов. Значит, очень интересно, если кто мечтал прочитать, и там, в принципе, все осталось, то все написано, и все осталось, и спустя 100 лет все так же. Так, вот написано, фьючерс на РТС сейчас лучше не покупать, вроде от уровня 159, который вчера называли, он отбился. Да, вот о чем я сейчас говорил весь брифинг, да, 15 минут, я говорю об одном и том же. Значит, падающие ножи не ловим, да, вы можете сейчас поймать, а можете не поймать, а можете потратить весь счет перед тем, как, в принципе, наступит минимум, а там вам уже покупать будет не на что. Если мы говорим об уровнях, от которых бумага может вытолкнуться, это означает всего лишь на этих уровнях быть внимательным. Это не означает, что на этом уровне надо сломя голову убраться там и покупать на все там, да, еще с плечами. Это всего лишь говорит быть внимательным на этих уровнях. Значит, почему сейчас фьючерс на индекс РТС держится на уровне 159,430, да, вот сейчас текущая цена? Потому что до этого у него был минимум 159. Этот минимум был пробит на минимальных объемах в ночную сессию. То есть реально на этом уровне не проторговались мы за вчера. И поэтому мы торгуемся сейчас. Будет ли вниз, да, мне кажется, мы попытаемся еще вниз ходить. До какого уровня, не знаю, может быть, 155 будет. А вообще надо следить за тем, когда появятся покупки. Когда появятся покупки, вы это увидите, как это будет отображаться. Даже если у вас нет тиковых дельтам, за которыми следите. Это будет отображаться так. Идет движение вверх. Дальше небольшой откат. Не успели вы подумать. Только вы подумали о том, что пора шортить. Тут же этот откат выкупается и возвращается на локальные максимумы. И при том это все происходит на хороших таких мощных объемах, достаточно сильные резкие движения, динамичный рынок. Это означает, что пришли покупатели. Вот такое движение, оно может быть в момент перелома рынка, да, в дни. А потом может начаться поступательное движение, абсолютно спокойное, без спешки, как это происходило последние месяцы на индексе S&P, например, на западе. То есть это вот так. Думаю, пора нам по России закончить. Сейчас я перейду на западный рынок. Следите за индексами. В текущий момент рекомендации на покупку не даю. Шорты только краткозрочные. В данном случае я вам прогнозировать ничего не буду. Держите руку на пункте. Клиенты, кто у нас подписан на услугу привилегированных инвесторов, в компании Китфинанс, соответствующие в оперативном режиме, получат звонки. И вам, естественно, там огромная скидка на то, вы и привилегированные инвесторы, для того, чтобы быть постоянно встанем на связи и за что оперативно реагировать на то, что происходит на рынке. Итак, по западным рынкам. Есть несколько моментов относительно моего видения, изменения моего видения относительно фьючерса, на фьючерсы S&P 500 в частности. Посмотрите, что вчера произошло. Вчера произошло падение. Связанного было, прежде всего, это все же размещение облигаций идет. И второе, не очень хорошая макроэкономическая статистика вышла, даже скорее плохая. То есть мы упали. Если посмотреть волатильность предыдущих дней и даже за последний месяц, то мы увидим, что такое движение, оно редко когда происходит, редко когда бывает. Особенно редко происходит после сначала резкого выноса, а потом резких залив. Значит, это все для меня является сигналом того, что рынок подходит к своим максимумам, до которых он начнет пилить в крупной волатильной пиле, либо развернется и пойдет вниз. То есть для меня это прозвучал сигнал, то что держи руку на спусковом крючке, если что, скрывай себе позицию. Поэтому, значит, благодарим то, что вчера рынок не провалился ниже, да, и дал возможность вам до текущего брифинга, значит, остаться на этих уровнях. Сейчас, вот видите, на своих экранах я с кружком обведу этот уровень. Вот этот минимум, это 1392. Но сразу под этим минимумом вы можете ставить 100. При этом отношения... Это не значит, что под этим минимумом надо будет шортить. Это означает, что надо вам закрыть. Как долгосрочные позиции, которые мы держим с начала года, так и краткосрочные позиции, которые мы с вами открывали, на уровне 1395-1396 несколько дней назад, да, пару дней назад. Все, бог даст, значит, мы пойдем вверх и заработаем еще. Не даст, значит, нас по этим стопам закроют. В принципе, для долгосрочных держателей лонгов мы зафиксируем суперприбыль, да, а для краткосрочных, которые вот входили буквально недавно, мы зафиксируем буквально копейшую их убыль. Но с учетом того, что до этого неплохо заработали, то это действительно реально даже не копейки, а десятые части там, да. Вот. Это относится к фьючезу на S&P 500. То есть опасный сейчас рынок, мне очень он сейчас не нравится, но последний шанс, вот стопы очень близкие, мы даем рынку, может быть, нас все же унесет вверх. Значит, вот это закрытие даже по стопам не означает, что я не думаю, что мы не будем выше. Я думаю, что будем мы выше. Но перед этим может произойти очень серьезный откат в месяц, очень серьезный. И настолько серьезный, что держателям даже тех, кто уже держит эту позицию 3 месяца, в общем-то, мало веселого. То есть они потеряют значительную часть прибыли, очень значительную. Поэтому лучше в данном случае выставить стоп на уровне 1391.75. 75 после заготовки. Теперь давайте посмотрим, что у нас с нефтью. Нефть интересная. То есть такое ощущение, что мне кто-то нашептал, значит, вчера, позавчера, точнее, во сне про нефть, притомно нашептал на французском языке. Это я вывалил, соответственно, на вас, на брифник. Я сказал, что мне очень нравится нефть, и что даже под дулом пистолета уже вчера бы я не стал никакие позиции открывать, покупать, и поэтому все позиции надо закрывать и держаться в уме. То есть пила продолжается у нас. Пила не очень приятная, очень плохая. С чем вызвано вот это падение по нефти? Во-первых, увеличили запасы, а во-вторых, Франция еще сказала, что в ответ на действия Ирана, собственно говоря, собирается разборолокировать свои стратегические запасы нефти и вывалить их на рынок. Ну, как говорится, я угадаю по французам, собственно говоря, ожидать какого-то другой позиции перед 22 апреля, когда, я так понимаю, будут выбирать нового президента Франции. От Франции не стоит ожидать. Да, естественно, они будут идти навстречу избирателю по всем позициям, тем более сейчас к Саркази говорят, что во Франции относятся с некой иронией, что даже его соперник, который еще недавно оказался, в общем-то, весьма нефильным, имеет достаточно серьезные шансы победить, если состоится второй тур. Поэтому Саркази сейчас не до шуток, пойдет на все, что угодно. Вот, продаст не только нефть, но, собственно говоря, и собственный садняк отдастся забирателям, лишь бы его избрали снова, потом наверстает. Итак, что дальше? Дальше у нас с вами евро. Значит, по евро действуют все те же самые фундаментальные факторы, в чем-то ее движение последнее напоминает S&P, но только в чем-то. Если, значит, нам через точки локальных минимумов провести вот такую линию, тогда получится вот такой тренд. Вот у меня немного кривой тренд. Что в этом тренде примечательно? Возвращаемся и снова растем. Есть выкуп. Скажу сразу, отслеживая объемы покупок, покупки ослабели. Нет уже той агрессивности, которая была вот на этих движениях, на этом движении, даже вот на этом движении. Вот здесь вот серьезных покупок нет. Покупки очень слабые. Даже вот здесь вверху слабые покупки были. Вот здесь очень слабые, в принципе, поэтому и корректируемся. Какая рекомендация по евро? Для тех, кто держит длинные позиции, шарты не рекомендую, а те, кто держит длинные позиции, выставить стопы под этим минимумом. Это, к примеру, 1,3280 по фьючцу на евро с поставкой в июне месяце. Это стоп для длинных позиций, которые у вас сейчас есть. Есть ли возможность еще перед выбиванием стопов пойти на 1,35? Есть. Есть ли возможность после выбивания этих стопов пойти на 1,35? Есть. Но, тем не менее, сейчас соотношение риска, я считаю, лучше стопа поставить. И не думать, когда мы пойдем к 1,32, стоит ли удерживать свою убыточную уже длинную позицию или нет. Лишь поставить стоп здесь. Вот если мы не уйдем на 1,32 или начнем разворачиваться раньше, мы успеем свое войти. Вот так вот. А что еще? Золото подтверждает то, что от него надо держаться подальше. Собственно говоря, других у меня слов к нему нет. Все, что мог, я уже говорил много раз на предыдущих брейтингах. И ничего нового очень не скажу. Просто смотрим спокойно на золото, не предпринимаем никаких действий ни для лангов, ни для шартов. Ничего конкретного в среднечисленочном плане от золота я не ожидаю. Если у вас есть вопросы, задавайте. Если у вас нет вопросов, буду заканчивать брифинг. Вот здесь у меня в чате написали, Эдуард, по России рынок слабый, плюс ближе к маю народ традиционно будет ждать снижения. Ну естественно снижение, все пойдут, что там огороды вспахивают, картошку сажать. И это все равняется, обновить максимум до лета будет нелегко имха. Ну, вы знаете, значит так, мы увязаны с вами здесь не на время года сейчас. Значит, российский рынок достаточно уже лет насчитывает. Когда мы с вами видели, что даже летом может быть бешеные тренды начинаться, вроде бы затиши, вроде бы все инвесторы выпускают, в том числе западные, тем не менее резко идти вверх. Ну, уж не говоря о том, что и сильно снижаться. Поэтому мы здесь завязаны не на этом. Мы в России, в частности, в частности в России, мы завязаны на инаугурацию президента и формирование кабинета министров. Вот. Мы знаем с вами, что, значит, инаугурация президента состоится в начале мая, и поэтому, в общем-то, действительно, если вот на это ориентироваться, то, скорее всего, до начала лета нам будет нелегко обновить максимумы. Плюс вопрос с QE3, да, ну, мы видели с вами, что Америка растет, а мы с вами, собственно говоря, нам на эту Америку чихать, и никуда мы с этой Америкой, в общем-то, за ней не идем, то есть пила получается. Значит, интерау я вчера разбирал, вот, если интересно, никаких рекомендаций по интерау у меня сегодня не будет, и вчера было то же самое. Это вот вопрос сейчас по интереалу. Когда можно ожидать возобновления тренда вверх? Спасибо. Значит, сегодня я уже говорил, да, то есть если мы говорим про фьючерс на, не фьючерс, но ориентируемся на индекс МВПБ, то есть тренд может начаться либо прямо сейчас, либо от уровня где-то в полоске 1480-1500 по индексу МВПБ, если мы туда зайдем. Но он начнется тогда, когда появится покупатель. Сейчас покупателей на рынке не видно. Ваше мнение, стоит ли покупать этот нефт-прев в расчете на хорошие дивиденды? Вы знаете, я в расчете на дивиденды никогда акции не покупал и вам не советую. Все. Просто, когда, извините, владимир с рынка в день превосходит процент по дивидендам, какой смысл играть в дивиденды? Что доллар-рубль? Доллар-рубль сейчас у нас график не буду показывать, да, то есть все понятно. Котировка 29.61 сейчас в текущий момент находится. Рубль у нас доллар на падающем тренде. Рубль укропняется, если в ближайшее время нефть сильно не упадет. И если евро тоже не упадет, рубль будет укрепляться, то есть доллар будет падать. Я передам это Владимиру. Так, коллеги, по-моему, все. Не дай бог, еще нефть пойдет вниз. В общем, нам кранты. Вы знаете, я читаю одну интересную книжку, на русском языке ее сейчас нет. И там один из психологических принципов, в любом минусе надо найти плюсы, просто оглянуться, посмотреть, сделать выводы, отряхнуться и идти дальше. То есть известно на такой принцип, чего, в принципе, и вам желаю. Не будем дальше затягивать наш брифинг. Я счастлив и рад, что вы были здесь. От лица компании Кит-12 приглашаю к вам на брызгское обслуживание. Одно из самых прекрасных и замечательных обслуживаний на этом фондовом рынке российском. В том числе и на западном рынке мы обслуживаем. В 12 часов присоединяйтесь на брифинг фреш к Дмитрию Шабердино. И дальше смотрите, в общем-то, по плану Дмитрий расскажет, какие у нас брифинги сегодня еще будут. Заходите на мой сайт. Я вам желаю успешных трейдов и инвестиций. Оставайтесь с нами. Завтра я вас жду снова в 11 часов. В понедельник мы вас ждем вместе с Олегом Кратом. Он расскажет о том, как провел отпуск. Всего доброго. До свидания. Еще раз всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok